Камила Валиева, победитель родного для себя этапа Гран-при Дель-2022. Это вам. Спасибо большое. Прекрасные девушки, прекрасные цветы. Спасибо. Есть что рассказать? Ой, я так рада здесь быть. Мне так очень тепло принимали. Спасибо вам большое всему стадиону, которые кричали, Камила, давай. Мне так приятно. Спасибо вам большое. А по прокату, ну, бывает. Я вот после проката решила еще парочку тулупов зайти. Я думаю, что и на награждение еще будет время его сделать. Но я так счастлива здесь быть, находиться, выступать. Это очень крутые эмоции, атмосферно очень. Камил, ну я могу тебе предложить и даже организовать после мальчиков выйти еще попрыгать четвертый тулуп. Супер, я буду рада. Камила, второй для тебя этап. Вторая победа. То есть ты первая из девчонок гарантировала себе место в финале этих соревнований. Что это для тебя значит? Ой, я так рада. У меня хорошие, позитивные эмоции, потому что в финале обычно 12, 6 девочек. 6 девочек и 6 лучшими из России выступить на финале. И ведь у нас самые лучшие девочки в мире вообще во всем. И я думаю, это так здорово. Я думаю, что у тебя теперь есть некий такой элемент, с которым ты прямо как на войну выйдешь на следующее соревнование. Как ты особенно будешь готовить свой четверной? Потому что мы все видели, как ты на разминке легко, прекрасно его выехала. То же самое, кстати, было в Москве. И чтобы эту тенденцию прервать, что нужно сделать? Не получается один, нужно идти в два тулупа. Как сказали мои тренеры, я с ними абсолютно согласна. Потому что когда их два, один будет точно. Еще я очень много прочитал в интернете вопросов про твой тройной аксель. Расскажи, как над ним идет работа, когда его увидит твой прекрасный аксель в полкатка, сторона увидит в короткой программе. Я сейчас работаю над ним на удочке и потихоньку напрыгиваю двойной аксель. Это просто вопрос времени и просто для себя, наверное, зайти самой и его уже почувствовать и уже идти в старте. Вопрос времени. Держишь ли ты в голове грядущий прыжковый турнир? То есть эти соревнования тоже покажет и Первый канал. Обязательно смотрите. И это очень важные новые такие соревнования, да? Еще только набирающие ход в нашей стране. Вот как ты к ним готовишься? Чем хочешь удивить? Ой, на самом деле это так подстегивает все-таки вспомнить свои элементы, то есть делать их. И вообще хочу, ну, наверное, это очень сильно подстегивает восстанавливать все свои четверные, чтобы не ехать туда только с одним тулупом. И даже если я туда поеду только с одним, врачи просто подстегивает. Камил, я сегодня увидел первый раз, наверное, в твоей программе, особенно во второй части, как ты просто включилась. Такое ощущение, что ты прямо пропустила через себя музыку, хореографию. То есть я и на тренировках всегда любуюсь, как ты катаешь, да? А сегодня я прямо увидел, как ты в старте это еще больше сделала. Расскажи, почему зал тебе помог? Или ты дома, родные стены, что в тебя, кто в тебя вселился? На самом деле все вместе. Правда, намного легче передавать эмоции, когда есть люди, которые готовы принять ее, прочувствовать вместе с тобой эти все эмоции. И поэтому, наверное, да, все-таки то, что столько здесь зрителей, столько поддержки. И просто спокойно расслабиться и понимать, что тебя любят. Тебя действительно любят, Камил. И я в том числе всегда за тебя болею. Поэтому желаю тебе теперь уже в финале, в прыжковом турнире и дальше нести только победное знамя, да? Прославлять себя, нашу группу, нашу страну. Ты большая молодец. Еще раз тебе большущее уважение за зал. Я думаю, ты ощутила, как тебя поддержат. Я нигде не видел на российских соревнованиях подобной поддержки ни одному спортсмену. Это чистая правда. Поверьте, я видел много соревнований. Я видел очень много соревнований. И то, что творилось здесь, это что-то с чем-то. Вы очень крутые, Казань. Очень крутые. Камила, увидимся после мальчиков. Оставайтесь с нами. Дальше соревнования спортивных пар. Будем болеть за наши замечательные дуэты. За ВОУ с Женей мы с Камилой лично. Я тебя отпускаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.